Утро на Болткоме 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 И интересно, что мы сделали рассказ, фильм в двух частях. Так что вот это такой новый опыт, которым я очень увлеклась. И я думаю, во-первых, у этого будущее. Во-вторых, это очень хороший дополнительный материал для общения с музыкантами и для узнавания мира музыки. Поскольку рассказываю я там не просто о биографии музыканта, а я рассказываю в своем отношении к тому, чем он занимался, что он делал, в каком он и в какое время он жил. То есть это такой формат, который позволяет с другой стороны взглянуть на искусство. И мне кажется, это важно. Кроме того, мы назначили цикл интервью с музыкантами. И вот сделали уже интервью с Элиной Пукшей. Оно тоже так иллюстрировано. И фотографиями, записи с ее концертов. Мне кажется, получилось очень интересно. Это тоже можно посмотреть на нашем YouTube-канале Artissima Music. Причем первый опыт мы сделали на обоих языках, и на русском, и на латышском, два разных интервью. Поэтому те, кто понимают на двух языках, могут послушать два разных интервью. Или выбрать для себя что-то, что ближе. Вот этим мы сейчас занимаемся. И что касается наших лекций, этот список можно найти у нас на сайте. Если спустят по самому нит, будет написано «Филармония в сети» на нашем репертуаре. И тогда можно почитать об этих лекциях. Или узнать о них побольше можно и на самом YouTube-канале Artissima Music, где появляется сразу моя фотография. И есть маленькие, коротенькие видео, рассказывающие о разных наших событиях и моих лекциях. Это то, чем мы живем сейчас. И мы очень надеемся, что, может быть, хотя бы к лету мы сможем сменить формат и все это встретиться с нашими музыкантами очень. И еще я хотела сказать, что я, начиная осваивать Инстаграм, конечно, опять же, это не то, чем я хотела бы заниматься всю жизнь, но как дополнительный ресурс это сейчас очень существенно. И я первый раз вышла туда в день рождения фонда Германа Брауна 13 февраля. И по отсклицам моих слушателей я поняла, как они скучают. Но я буду в Инстаграм выходить регулярно и делать маленькие рассказы о музыке, о музыкантах, о своих жизненных впечатлениях, связанных именно с музыкой и культурой. Вот так, глядишь, и до ТикТока дойдем. Да, потому что появились же уже новые платформы. И Клабхаус есть, опять-таки. Вот мне вчера, да, как раз про Клабхаус мне как раз вчера сказали. Ну, я не знаю, понимаете, я вот, если девушка, которая рассказывала мне про Клабхаус, она юная, ну, может быть, не знаю, сейчас все очень молодо выглядят, но очень молодая. И я ей говорю, представляете, ну, мы-то еще хоть знаем, как люди воочию общаются вживую. А что будет с детьми, которые сейчас растут, и для них Клабхаус будет вот основным местом, грубо говоря, тусовки. Ну, будем надеяться все-таки, что будут развиваться платформы, но не будут замещать нашу живую жизнь. Вне всяких сомнений, это всего лишь дополнение. Но знаете, что хочу сказать? Кажется, у нас заскучал Андрей. Андрей, вот как... Давайте разбудим, господин Асокин. Как у вас, Андрей, дела? Вот, смотрите, вот Инна Давыдова освоила и Инстаграм, и в Ютьюбе делает лекции. Вот чем живете вы? Удается ли продолжать какую-то деятельность? Стали ли вы блогером, например? Это замечательно. Нет, блогером в таком классическом виде я пока еще не стал. Вот, я надеюсь, что все-таки на рояле я интереснее звучу. Да, конечно, это время очень сложное и необычное. Конечно же, мы сталкиваемся с очень большими сложностями, трудностями. Все, не только музыканты. И, конечно, наша жизнь за этот год изменилась до неузнаваемости. И когда она вернется к какой-то стабильности даже, вообще очень сложно предположить. Потому что все говорят, что мы вернемся к какой-то новой норме. Но когда эта норма наступит, когда мы перестанем каждую неделю следить за тем, ну а что же нам правительство приготовило, какая у нас ситуация, что можно, что нельзя. Как раз сегодня узнаем, что можно, что нельзя. Свежую порцию поднесут. Ну вот именно, именно. То есть получается, что ситуация очень турбулентная. Поэтому она требует очень быстрой реакции, очень энергичной реакции. Несмотря на все трудности, хочется не опускать руки, хочется не сидеть на диване, а работать и как-то находить своего слушателя. Потому что уже вот прошлым летом, летом 20-го года, я почувствовал, насколько люди соскучились по живому исполнению. А тогда мы всего два месяца были, так сказать, в отсутствии. И насколько они рады, насколько глаза светятся, и какое-то счастье, когда ты можешь услышать музыканта в том же самом помещении, в том же самом зале. Казалось бы, все-таки какое-то чудо этого совместного музицирования, оно присутствует. И если рассказывать как бы немножечко с большей перспективой, то в начале лета я устроил свой такой мини-фестиваль, куда пригласил своих друзей, музыкантов и актеров, которые мне очень нравятся. Там выступил Влад Насташев, там я выступил, там выступила Резия Калманя, Катрина Гуппола и многие другие. И это было очень интересно, хотя всего 20 человек в зале. Ну, уникальная ситуация, и раньше вообще никто даже не был представить, не мог, что вот так концерты будут. Это была единственная возможность, потому что было ограничение до 25 человек в помещении. Сейчас концертов, вот на сегодняшний день концертов нет, и возможно только какие-то видеоконцерты, они все-таки являются каким-то другим жанром, особенно для классической музыки, потому что нам невероятно важен звук, нам невероятно важно вот это вот воздействие звука, и оно невозможно через микрофон в полной мере, оно все-таки другое. И поэтому эти концерты, они есть, но они все-таки гораздо реже, и все музыканты, даже те, которые играют такие концерты, в том числе я, все мы ждем, когда наконец мы вернемся, что называется, ну вот в реальную, к реальным слушателям, слушателям, которые слушают нас рядом. Вот так вот мы, так сказать, живем. Андрей, вы упомянули авиационный термин «турбулентность», я позволю себе авиационную тему продолжить, тем не менее, точка бифуркации своеобразная, она пройдена, и мы живем в той реальности, в которой мы живем. Понятно, что не хватает живых выступлений, живого звука и тому подобных вещей, но как вы выходите из положения? Скажем, Катрина Гупола недавно дала два живых концерта онлайн, если можно онлайн-концерт назвать живыми, но тем не менее. Чем же занимаетесь вы в ожидании, когда мы все вернемся к нормальной жизни и к залам? Ну, происходит много. У меня на прошлой неделе в пятницу вышел диск, который мы записывали целый год. И это вот началось с начала пандемии. Замечательная наша оперная певица Марина Ребекко и ее муж, они основали звукозаписывающую компанию «Прима Классик» и записывать не только выдающийся голос Марины, но и других музыкантов. Вот они мне предложили записать диск, и мы подумали, ну вот да, если сейчас пандемия началась, ну давайте что-то делать, давайте не сидеть и не отдыхать. И этот диск был очень необычным для меня, потому что я там записал музыку, которую я обычно не играю. Это музыка Дебюсси и Гершвина. И получилось, на мой взгляд, очень удачно. Такие 24 пьесы, 24 взгляда на мир начала 20 века. Мир совершенно другой, полный каких-то новых течений в музыке, новых новаторских каких-то открытий, очень яркой музыки, очень известной музыки, а где-то и очень неизвестной музыки. И вот этим диском я очень доволен, потому что мы его записывали и весной, и летом, и осенью немножечко еще монтировали, а потом уже выпустили синглами, а потом вот уже целиком, целым диском. Синглы попали во многие плейлисты, там лучшие новинки в сфере классической музыки из Spotify и в Apple Music. Но я надеюсь, что диск тоже каким-то образом будет замечен и слушателям в очень хорошем качестве, в очень хорошем уровне записи до слушателей дойдет, потому что это тоже одна из форм воздействия на общение со слушателями. И я буду очень рад, если так будет возможно. Ну и, конечно, есть видеоконцерт. У меня будет видеоконцерт от 7 марта с музыкой латышской и американской фортепианной музыкой. У меня будет концерт в первой студии радио в апреле, 19 апреля. Ну а дальше, летом, я очень надеюсь, что концерты будут и не только через микрофон, но и по-настоящему. Вот у нас буквально уже не очень много времени, но вот хотелось спросить о помощи государству. Может быть, Инну спросим. Инна Давыдова? Меня слышали? Да, мы слышали, да, да. Я подключилась все-таки, да. Инна, слушай, ты углубить теперь, может, по голову. Очень плохо... Я хочу сказать, что... Очень... Сейчас вот у нас как-то звук пошел очень плохой. Инна, может быть, по телефону лучше? А, да? Хорошо. А, нет, вот сейчас хорошо. Вот сейчас слышно. А может, надо ближе просто? Или ближе, или ближе, да. Прекрасный метод, действенный очень. А сейчас нормально? Да, сейчас нормально. Замечательно, продолжаем тогда. По поводу помощи государства. Но должна сказать, что Министерство культуры отреагировало достаточно оперативно. Поэтому были открытые программы. Ну, они, с одной стороны, как бы конкурсные в фонде культурного капитала, как обычно. Но были и компенсационные программы, в том числе отраслям, пострадавшим от пандемии. И компенсировалась часть уже сделанных расходов с апреля месяца прошлого года. Потому что, но не всем и не за все. Там компенсировались частично зарплаты с уплаченными налогами и аренда помещений, если в этом помещении проходят концерты. То есть офисы не компенсировались. Но поскольку мы работаем в своем же зале, который мы снимаем за очень большие деньги у государства, то для нас эта поддержка, хотя бы частичная, была очень существенной. И я понимаю, что открываются новые программы в фонде культурного капитала. Это, кстати, может быть интересно и нашим слушателям, и Андрею. По крайней мере, озвучены были дигитализация культуры. Даже такая была программа. Правда, мы там денег не получили. Но может быть, например, вот эти новые возможности слушать, исполнять музыку по новым технологиям на новых носителях, может быть, это имеет смысл подавать и в фонд культурного капитала. Но это, пожалуй, единственное. Мы получаем так же, как все работники страны, мы получаем минимальные компенсации за простой. Но это ничего не компенсирует, понимаете, это компенсирует тебе физическое существование. Но, естественно, никакие деньги, даже если бы они были очень большими, не компенсируют нашу жажду выйти к слушателю, к живому слушателю. И быть с ним в одном дыхании и в одном зале, как вот Андрей только что сказал. Поэтому мы, естественно, ждем изменений. Мы можем придумать все, что угодно. Понимаете, мы же люди творческие. Значит, мы будем придумывать постоянно. И что бы ни было, мы не остановимся, мы не ляжем на печку, мы не пойдем печь пирожки. Хотя все занялись кулинарией в первой половине года прошлого. Я, кстати, обошлась. Как-то я дважды только сделала какие-то новые булочки, но поняла, что это чревато. Ну да. Ну, к слову сказать, про булочки, пирожки... Будем хранить его с итальянскими салатами. Про булочки, пирожки Сергей Егер же, в общем-то, поставил на поток свое хобби. И консервирование теперь для него способ заработка. Должна сказать, что у него это очень серьезное хобби. Он на самом деле всегда очень любил готовить и всегда этих всем радовал. И даже еще в стародавние времена, когда... Я страшно жалею, что не поехала вместе с ним и Евгением Лисицыным в Казахстан, куда их пригласили через мое агентство с концертами. Я до сих пор локти себе кусаю, что я тогда не выкроила время и не поехала. Потому что кроме концертов он там еще устроил этот гастрономический фейерверк. Он приготовил ужин в посольстве на всех гостей. Да. Из местных продуктов. Там особенное мясо было и все было другое. Это, конечно, очень интересно. Потому что у него это такое серьезное хобби. Но кто-то вяжет, кто-то вышибает. Вот у нас буквально одна минута осталась. Может быть, Андрей может рассказать тоже. Давайте мы будем надеяться на то, что мы все-таки будем заниматься музыкой. И что мы встретимся с нашим слушателем, который, я надеюсь, хранит нам верность и пока хотя бы слушает нас по радио. Да, спасибо. Андрей, чем вы занимаетесь? Какая помощь от государства? Если можно буквально пару секунд получать либо помощь. Да, ну Инна уже сказала совершенно правильно о тех программах, которые есть. Они, конечно, не замещают тот объем возможностей, который был раньше. И являются действительно, чтобы мы все не умерли от голода. Мне в этом смысле очень обидно и жалко смотреть на музыкантов, совсем начинающих свою карьеру. Потому что для них раньше были возможности поехать на конкурсы, на фестивали, как-то себя показать. А сейчас они просто учатся. Более того, они работают с педагогом на отдаленке. То есть это уже тоже не является правильным и хорошим способом обучения. И так как Латвия всегда гордилась своими классическими музыкантами, очень бы не хотелось, чтобы получился вот такой вот разрыв в поколениях, чтобы несколько лет мы потеряли. Потому что молодые талантливые люди, они в том числе очень практичны, понимая, что в музыке ничего нельзя сделать, они уходят, и мы теряем очень большие таланты. Обычно все равно этот момент очень сложный, вот так сказать, юношество и начало своей карьеры для каждого музыканта, чтобы быть услышным, найти свою публику. А сейчас он экстремально сложный. И поэтому очень бы хотелось, чтобы государство тоже имело в виду вот эту преемственность, то, что нельзя всю индустрию морозить очень долго. Но это относится не только к Латвии, а также к всему миру. Мы очень надеемся, что это придойдет. Андрей, извините, просто у нас, к сожалению, время завершилось. Андрей Сокин, пианист и глава фонда Германа Брауна Инна Давыдова, были сегодня с нами на таком круглом столе. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое, да. Всего доброго. Спасибо.